Особое мнение на 101FM Я имею в виду Единая Россия Что-то по части партии, которую вы возглавляете Как-то затишье какое-то, не знаю Или просто забываете новости выкладывать своевременно Что происходит? Движуха-то какая-то есть у коммунистов России Это, наверное, ближе к теме О том, что не успеваем выкладывать новости Участвуем во многих выборных кампаниях Я имею в виду, что не только в Кировской области В этом году довелось побывать в Ульяновской области Поучаствовать там в выборной кампании Вы имеете в виду Единый день голосования 9 сентября Хорошо, давайте об этом поговорим Как кандидат, потому что все-таки являюсь депутатом А как руководитель штаба Представитель и так далее партии в регионе Хотя, конечно, там у них есть местное отделение Хорошее, но всегда какие-то мысли есть со стороны И когда смотришь на это немножко вгляд со стороны Он всегда дает небольшую разницу во мнениях Разницу в картине И мне достаточно интересный был опыт данного региона Потому что регион достаточно похож на Кировскую область Неплохо, потому что у нас бюджет 47-46 миллиардов В этом году за 50, в смысле в следующем В следующем году Ну я имею в виду, например, по текущему году А у них на 10 миллиардов побольше То есть это не такая большая разница Численность населения Ульяновска на 100 тысяч больше, чем Кирова То есть тоже где-то в таких же пропорциональных соотношениях Можно сравнивать, да? Да, можно сравнивать и область Хотя там был такой ажиотаж, что там они живут очень плохо Ну то есть я сравниваю с нами Скажу, что на одном примерно уровне То есть такого, что там у них люди голодные Ну это еще вопрос психологии, конечно Стакан на половину пост или на половину пол Ладно, каковы конкретные итоги 9 сентября? Конечно, да, хотелось бы сказать по итогам 9 сентября Наверное, все, кто следит за политикой Увидели, что в этом году, 9 сентября Поучаствовав в выборах в законодательное собрание Ну и в другие органы власти В первую очередь мы, конечно же, смотрим за законодательным собранием регионов Мы вошли в 5 законодательных собраний То есть преодолели 5-процентный барьер И сейчас у нас есть представители Волгоградского Прошу прощения В Ульяновской области В Ростовской области В Республике Хакасия В Ненецком автономном округе И в Ярославской области Ну в общем и целом это говорит о том, что Электорат, на который вы опираетесь, он расширяется Да, то есть уже говорить о том, что Как нас всегда пытаются представить какой-то партии спойлер Сейчас уже это, как мы уже обсуждали неоднократно Да, уже это сложно, потому что уже У людей есть ассоциации В чем разница, какая партия То есть у нас уже давно там приставка Это молодые коммунисты и так далее Партия, то есть люди уже идут голосовать именно за нас То есть уже количество людей за нас голосующее С каждым годом растет И люди видят, что мы не только говорим, но делаем реальные дела Какие-то, ну в смысле везде разные То есть вот у нас, например, Кировской области Это у нас тоже там детский лагерь Который у нас каждый год расширяется Я уже, наверное, тоже неоднократно Вы говорили, давайте напомним, где находится он Лагерь находится в деревне Зониха Слободской район Слободской район, да То есть он у нас практически в этом году увеличился в два раза И по площади, и по объему, сколько мы можем принимать детей Поэтому тут как бы есть рост И именно рост, я имею в виду и политический И политической точки зрения Мы, например, стараемся в других регионах тоже участвовать Во многих социальных проектах Сам даже вот так как занимаюсь в Кирове В первую очередь, ну не в первую очередь, а в том числе и лагерем Побывал в лагерях Ульяновской области Посмотрел Ну и, так сказать, по своему предыдущему роду деятельности Заметил интересный момент То есть у них будет скоро юбилей среднего рождения Ленина Будут В апреле Ой Ну это будет в 20-м году Да Через год В 1870-м родился Вадимир Ильич Вот, и к этому времени там планируется Произвести ремонт мемориального центра Ульяновской области Который в том числе строили и студенческие отряды Поэтому, когда там обсуждали вопрос по каким-то мероприятиям Наше предложение было от нашей партии Это участие студенческих отрядов страны В ремонте данного мемориала То есть это послужит и чтобы ребята знали Работая над данным мемориалом Что, кто был такой Ленин Потому что это очень хороший там комплекс Сам в нем побывал, посмотрел То есть грандиозное сооружение, которое было сделано в советские годы Там на родине Владимира Ильича в бывшем городе Симбирске Там пока речи не идет о том, чтобы избавляться от этого мемориала и так далее Там все нормально, люди уважительно относятся к этим вещам Да, конечно, люди уважительно относятся Всегда бывают и противники, и сторонники Но, по крайней мере, считаю, что там вопрос Как я видел, вопрос о переименовании не стоит Ни города, ни основной сети более мемориала Ну, конечно, есть какие-то нехорошие моменты Которые мне самому лично не понравились Проходит в этом же мемориале выставка, посвященная Николаю II Ну, как бы это никак не... На противоположную часть Шрисова Да, то есть это нас немножко покоробило Мы тоже против этого выступали И поэтому моменты разные Другие регионы тоже знакомство с ними Знакомство с их ситуацией Ну и тем более у нас все-таки Через два с половиной года уже И наши выборы в законодательное собрание Киевской области предстоят Ох, да вы уже об этом думаете Конечно, уже готовимся Столько много еще времени Потихонечку начинаем подготовку По данным выборам Хорошо, давайте поговорим поподробнее О делах здесь у нас в Киеве В Киевской области Ну, вот в частности, да На прошлой неделе было пленарное заседание Городской думы Александр Востриков, зампредседателя Призвал депутатов активизировать работу По наказам избирателей В следующем году было напоминание на этой цели Будет выделено по 2 миллиона рублей на каждый округ В чем заключается ваша теперешняя работа По наказам избирателей в том числе Какие проекты были осуществлены за последнее время И вот какие-то планы на ближайшее время Хотя бы до Нового года Ваши будни, в общем, интересуют Потому что жалуются люди зачастую Что не знают, чем занимаются конкретно депутаты Нашего городского парламента Как до них достучаться Где их найти И какие просьбы, собственно, можно им адресовать Ну, если найти, например, меня То, кто владеет интернетом, не так сложно У меня на сайте Партии коммунистов России Как первого секретаря Есть даже мобильный телефон Поэтому на меня можно всегда дозвониться Найти меня Через, да, забив поисковики Я думаю, что многие поиски Выдадут мой мобильный телефон Не только офисный Это к вопросу о том, как найти Как найти контакты, да Дела Дела Депутатские наказы Это очень интересная вещь Которая есть практически только в Кировской области По крайней мере, в Ульяновской Я этого не видел Именно определенные суммы Которые распределяются самими депутатами У нас в текущем году И до этого было по 700 тысяч На депутата В прошлом году мы решили Что деньги, которые в этом году В 2018 году Все пойдут на благоустройство По округам Дворовое благоустройство Насколько помню Не обязательно дворовое Школы, садики Именно муниципальные объекты Благоустройство во дворе Мне казалось, что как раз привязывали К программе формирования комфортной городской среды И сумма была еще увеличена в этом году Которая пойдет на реализацию депутатов Наказов избирателей Это именно на благоустройство По данному округу То есть это не включает Единственное, что туда не входит Земля, которая относится К областной собственности То есть наша задача Муниципальную собственность По наказам избирателей Конечно, в первую очередь Прислушиваемся к избирателям Что необходимо им Какие вопросы Что сделать Отремонтировать Где-то помочь С ПМИ Где-то еще По дворовым территориям Ну даже там Тривиально Сделать какую-то горку Что-то еще такое небольшое Деньги уже распределены На следующий год Вот сейчас уже Бесполезно обращаться к вам Или есть все-таки еще Бесполезно Там всегда есть Место для маневра Тем более я могу сказать Что я пока выбрал Четыре объекта Которые на Так как я Относился к шестнадцатому участку Когда распределяют Что к какому участку Будут относиться Многие депутаты Конечно говорили Что раз мы списочники Мы должны Относиться Ко всему городу Но все равно было принято решение Что мы все-таки Распределяем Чтобы концентрироваться На участках Оказывайте пожалуйста Эти объекты И участок Шестнадцатый Это район Шестнадцатый Это район Между Как раз Театральной площадью Между улицами Так Карла Маркса И туда подальше По-моему до Казанского Где-то Вот такая территория В общем это Первомайский район Первомайский район Первомайский район Подлазмого центра И На юг Ну то есть На юг Это где-то примерно До улицы Милицейская Даже нет Немножко подальше Там следующая Точно там Или там До Блюхера Ну хорошо Примерно ясно Потому что граница Такая Свообразная Очерчена Так И какие объекты Вы взяли Под особый контроль Я в первую очередь Социальные Потому что это Прошелся по школам По детским садам Посмотрел Что у нас там Очень плохо С благоустройствами Поэтому Три школы И детский садик Так что По крайней мере Пока вот я Большую часть денег Распределил Оставил небольшой Остаточек Который будет Либо я их добавлю На данные объекты Потому что Почему И вопрос был поднят Что сейчас необходимо Учитывая опыт Текущего года Для того чтобы Сделать ремонт На данных объектах Ну на любых объектах Нам необходимо Сначала это сметить Подготовить Какой-то Ну не проект Но хотя бы смету Документацию Чтобы понимать Что конкретно Нужно сделать И что для этого понадобится Произвести торги И уже после этого Кто выиграет торги А на некоторых Даже никто Не участвовал В двух-трех торгах То есть приходилось Разбивать налоты То есть это Достаточно долгий И мы опять Ушли в этом году В зиму То есть пока Вот это все Подготовили Пока проторговали Это уже осень И какие-то объекты Сейчас заканчивают То есть это Не совсем хорошо Точнее это Очень нехорошо Почему и вопрос Был поставлен Правильно Сто процентов Согласен с ним Что нам необходимо Сейчас до нового года Определиться с объектами Сметить Весной провести Торги И уже к лету Приступить Я вот точно так же Планирую И уже со своими Студенческими отрядами Разговаривал Чтобы нам Поучаствовать В благоустройстве И города Вместе со студенческими отрядами Поэтому я думаю Что мы здесь По какими-то небольшими Даже эскизы Подготовить Тут уже С нашим Государственным университетом Тоже проводим Переговоры о том Чтобы сделать Какую-то эскизную базу Чтобы и жители видели Что мы там Не только с мета Что там Отремонтировать Хотя бы Какой-то вариант Но и это доведено До конца А что именно там Речь О каком ремонте идет Территория Благоустройство То есть какие-то объекты Замена Дорожка Где-то Тротуар Где-то Какую-то клумбу Где-то что-то еще То есть Ну вот Такие виды работы Ну вы же понимаете Что В реальности Объектов Которые требуют Такого ухода И помощи И внимания Их намного больше Конечно Почему именно четыре этих Вот вы выбрали Вопрос Жаждущих Получить вашу поддержку Я думаю немало Конечно Ну в первую очередь Потому что Если например Смотреть По дворовым территориям У нас есть программа По ПМИ Где я считаю Ну в том числе Да По ПМИ Есть еще малые гранты Да Малые гранты Формирование комфорта Городской среды Собраться И там Скинуться по какой-то Небольшой сумме И получить В 10 раз больше От государства И сделать этот ремонт Я думаю что Инициативные группы Должны находиться И не находятся И где вот это хорошо Где люди есть активные Там они это Ремонтируют А Школах Которых у нас Не хватает денег На ремонт И я понимаю Что у всех Сразу вопрос У нас крыша течет У нас там Окна плохие Но пока мы приняли Вопрос о том Что мы только делаем Благоустройство Поэтому мы вели разговор Что давайте Хотя бы вам там В детском садике Пару веранд Где вот детям Негде даже Играть То есть мы смотрим В таких Плачевных состояниях Поэтому Это же все-таки Наше будущее Дети Ну без слов Послезавтра наступает Календарная зима До нового года У вас запланированы Под ваши гиды Какие-то мероприятия Встречи Решения проблем Нет Мы пока только Между собой То есть мы сейчас Активно Может быть людей поведете Не знаю Протестовать против чего-нибудь Мы сейчас Больше активно Занимаемся Строительством структуры Партии Увеличение численности Сейчас активно Внутренняя такая работа Да Внутренняя работа Потому что Надо этим заниматься А то мы всегда С какими-то мероприятиями И прочим Не успеваем заниматься Самым главным То есть именно Формированием Партийного Партийных рядов Рядов актива И так далее Время у нас Небольшой паузы подошло Напомню Что это особое мнение Николая Барсукова Депутата Кировской гордумы Руководителя регионального отделения Политической партии Коммунисты России Собственно Фракция В лице Николая Представлена В нашем городском парламенте Продолжим через полминуты Особое мнение На 101FM Продолжаем разговор С Николаем Барсуковым Николай Ваш коллега по гордуме Дмитрий Николин С вашей подачи Больше не председатель комиссии Гордумы по местному самому правлению Ну по крайней мере СМИ писали Что именно вы Вопрос этот подняли Это соответствует действительности Что вы подняли Ну учитывая Это вопрос Дмитрий Георгиевич Не посещает заседание комиссии С чего это он должен Возглавлять тогда ее Давайте решать вопрос о смене Если Говорить изначально То этот вопрос Мы обсуждали и на совете думы А Всего Депутатов Которые входят в нашу комиссию Всего четверо Поэтому Комиссия по Местному самому правлению Депутатской этике Понятно Регламенту Поэтому Так сказать Я взял на себя Такую ответственность Вынести так сказать Да На подумать Ну и подумали На прошлом заседании Вопрос был принят Кто сейчас комиссию возглавит Еще раз напомните Юрий Львович Юрий Львович Шлемензон Да Вы уверены Что под Руководством Шлемензона Будет эффективнее комиссия работать Ну по крайней мере Он был практически на всех заседаниях Я даже не помню На каком заседании его не было Ну практически там Больше 50% заседания ВИОН Так как он был заместитель Руководителя Комиссии Комиссии А почему свою кандидатуру Не предложили Почему бы нет Я являюсь секретарем И честно скажу Что я тоже Не такой большой прогульщик Но тоже бывают моменты Когда по делам партии Приходится уезжать В другие регионы То есть вы не уверены Что заявил Свою кандидатуру И став руководителем Да Николай Барсуков Извините Тоже не справился С данной обязанностью Поэтому Человек Который готов работать И готов именно Участвовать И руководить Данной комиссией Должен в первую очередь Хорошо Давайте дальше По событиям Пройдемся Событиям последних дней Ваш комментарий Хочется услышать Позавчера В нашем городе Состоялся все-таки Долгожданный визит Руководителя Газпрома Алексея Миллера Много недель Его ждали На торжественное Открытие Легкоатлетического Манежа В Вересниках Потому что Напомню На средства Газпрома Строился этот объект Глава Кировской Администрации Ой Простите Это я уже Не туда заглянул При встрече С руководителями Города И области Была высказана Была высказана Уверенность Газпрома Профинансировать В следующем году И строительство 25-метрового Бассейна Там же В Вересниках Про газификацию Было сказано Очень много Объемы финансирования Газпрома На наш регион Увеличатся В три с лишним раза Ну все об этом читали Все это видели И слышали Вообще Хочется услышать В целом Вашу оценку Превращение Вересников В такую спортивную Жемчужину региона Ну это все В рамках Празднования 650-летия Областного центра Попозже Этой темы Чуть подробнее коснемся Ну вот Вересники Вы безусловно В курсе этих планов Ну да Мы когда обсуждали Эту тему Для иллюстрации Звонили слушатели И говорили Что они не согласны С тем Что вот Вересники У нас отгрохают В спортивном смысле И придется Ездить именно туда Ну там конечно Было большое уточнение Что согласно подготовке Согласно планам подготовки К 650-летию Все-таки у нас В каждом районе Рядом с местом жительства Человек Который хочет заниматься спортом Должны появиться Доступные спортивные объекты Но сейчас речь не об этом О Вересниках Как вам Такие перспективы? Я считаю Что выбор Достаточно неплохой Почему? Потому что все-таки Это и Ну не совсем центр Но ближе к центру города Если рассматривать Какие-то дальние места Где у нас есть площадки Под строительство Все-таки это будет Я считаю дальше Но И тут здесь Хорошее место То есть берег Реги Вятки Там же он будет Точно так же благоустроен И здесь При приеме каких-то делегаций Из других регионов Мы можем показать Город точно так же Вот памятные Другие регионы В которых бывал Тот же там Ульяновск Там у них очень Хорошо тоже набережная Сделана И много объектов Находится Близко На высокой части города И откуда открывается Вид на Волгу То есть поэтому Я считаю Что здесь Место выбрано неплохое В общем Вы за то Чтобы вересники Развивались Именно в этом направлении Да Ну так же Это можно про любое место Сказать Какое бы мы ни показали Никаким пальцем И сказали Что давайте здесь построим Найдутся всегда Те кто за И те кто против Потому что Всегда скажут Что мне либо Я здесь далеко Либо здесь Не тот район Приходят В последние дни Я имею ввиду Статистику ДТП Смертельных ДТП Практически У нас сейчас каждый день Наезды на пешеходов Накануне была Ужасная авария На советском тракте Погибли двое людей Ну и конечно же Трагедия безумная 24 ноября В субботу На улице Московской Погибла Десятилетняя девочка Глава Кировской администрации Илья Шульгин Потребовал жестко Отреагировать На это происшествие Он сказал о том Что нам нужно провести Месячник Тотального дорожного контроля Что это такое Как может выглядеть На ваш взгляд Этот месячник Либо надо Какую-то другую Более глубокую И Полномерную работу Осуществлять Которая не будет Иметь временные границы Временных рамок Я вот слышал Вы тоже автомобилист Естественно С этой точки зрения Интересуюсь С точки зрения Того что сейчас Мы все привыкли К быстрой езде летом Еще не перестроились Достаточно хорошо Я понимаю Что сейчас Вот едешь на дороге И все равно Возникают всякие Опасные моменты Когда машины Где-то Недостаточно быстро Успевают остановиться Практически каждый день Вижу Проезжаю какие-то аварии У нас В городе То есть это Как бы Ну это Естественный фактор Осенний Как раз вот этого Первого наступления Снега Переходного периода Да Переходного периода Я думаю что Люди втянутся Но конечно Этот случай Трагедии Который произошел У нас Я считаю Что это вопиющее Вот Учитывая опыт Например там Казахстана Да Где ввели Очень гигантские штрафы И после Второго раза Когда тебе Попадаешься Нетрезвый за рулем Я имею ввиду Вот как раз Пьянство за рулем Сам считаю Что это очень Ну это просто Неприемлемое Это неприемлемое То есть если у человека Есть на что выпить И он за рулем То можно вызвать такси Сейчас у нас такси По городу Не так дорого Не подвергать жизнь Не свою Ну в первую очередь Не подвергать жизнь Пешеходов И других людей И других участников Движения То есть свою Если человек К ней относится Прохладно То это его личное дело А других участников Движения Это все-таки В общем вы За очень Жесткое наказание За управление В нетрезвом виде Вплоть до того Что я считаю Что Все равно Даже первый раз Первый раз Попадание Это уже неприемлемый факт Потому что Человек уже значит Что он халатно Относится к жизни Других людей Сейчас на уровне Правительства страны На уровне Госдумы Идут как раз Разговоры о том Чтобы приравнять Приравнять случаи Когда нетрезвый шофер Наезжает на пешехода Либо сталкивается С другой машиной И погибают люди Приравнять это К умышленному убийству Вы согласны? Да, согласен Кстати, пример Казахстана Вы привели там Несколько назад Дорожную полицию Ликвидировали Сейчас там любой полицейский Имеет право Следить Контролировать ситуацию На дороге Да, да, да Но я считаю Что все равно Надо с этим вопросом Ужесточать Бороться Люди у нас Почему-то Привыкли Многие Ну а что касается Тотального контроля Как реализовать Учитывая то Что сотрудников ГИБДД В последнее время Стало меньше И путешествуя По городу По области Ты редко Когда сталкиваешься Ну уж прекрасно Понимаете О чем я говорю Да Какого рода контроль Может Поспособствовать Для кардинального Улучшения ситуации Ну здесь Какие факты Хорошо, вы сказали Наказание Наказание подняется Да, в первую очередь Наказание А дальше Ну Увеличивать численность Это тоже Как бы От нас От города Не зависит Я думаю Численность кого? Дорожных полицейских Дорожных полицейских Да, ГИБДД Я думаю Что тут Надо продумать Какой-то комплексный подход Я сразу не готов Придолжить Какие-то такие Серьезные шаги Кроме ужесточения Ужесточения Ну как Самоответственности Как одной из мер В рамках Какого-то комплекса Да И очень конечно Хочется выразить Надежду На то Что в преддверии Праздников Которые ждут Очень многие из нас Как-то вот Одумаются Все участники Дорожного движения И будут вести себя Более внимательно По отношению К друг другу Чтобы эти самые праздники Не были омрачены Трагедиями И прочими Нехорошими Вестями Так Мы сейчас прерываемся На небольшую рекламу Николай Барсуков Депутат Кировской городской думы Руководитель регионального отделения Политической партии Коммунисты России Продолжение беседы Ровно через полминуты Через полторы минуты Особое мнение На 101FM Продолжается наша беседа С Николаем Барсуковым Депутатом Кировской городской думы Руководителем регионального отделения Политической партии Коммунисты России Давайте проблему Нехватки мест в детских садах Сейчас ее коснемся 25 ноября В нашем городе в воскресенье прошел очередной митинг, на котором была поднята эта тема. Несмотря на то, что у нас до конца года сдаются шесть новых детских садов в Кирове, активные мамы все-таки переживают за то, что их дети не смогут вовремя попасть в детский садик. И вот они заявили о своем желании получать компенсацию за непосещение детских садов. Но надо еще заметить, справедливости ради, что еще четыре новых детских сада и их строительство запланировано у нас в 2019 году. Вот такие заявления, такое активное отстаивание позиций, оно вам симпатично? Ну, я согласен с тем, что надо отстаивать свои позиции, отстаивать позиции всем гражданам. Тут же опять вопрос возникает, у нас проходят постоянно выборы, кого мы выбираем, кто может и так далее. Кто-то что-то меняет ситуацию в стране или она такая же остается. Хотя по поводу строительского детских садов я хочу сказать, что все-таки шесть детских садов такого у нас давно не было построено в городе. Полторы с лишним тысячи мест было анонсировано. Это достаточно хороший шаг. И если будем двигаться такими темпами, то, я думаю, вопрос решим. Но мы же все прекрасно помним, что в 90-е годы сколько у нас детских садиков было отдано частным структурам. Ну, распроданы просто, из муниципальной собственности. Никто за этим не следил, никому это не надо было. Мы понимаем, что там был как раз падение рождаемости и так далее. Но все равно ведь у нас уже давно вопрос назревал в городе. Надо было давно его поднимать. Я все равно считаю, что этот вопрос... Хорошо, что он поднимается, но и он решается. Но у вас есть уверенность в том, что эта проблема сойдет на нет в ближайшее время? Конечно, я думаю, что эта проблема сойдет на нет. Но я согласен с тем, что все равно надо ее поднимать и надо проводить мероприятия, такие как митинги. Все равно показывать, что мы не противники данной темы. Что люди не дремлют, что мы следят за властью в этом отношении. Мы, так сказать, участвуем в формировании своего общества. И это необходимо делать, потому что тоже с этой проблемой столкнулся. Ко мне подходили избиратели, тоже просили помочь с вопросами устройства в детские сады. И я вот тоже не смог... Не смогли ничем помочь. А, то есть люди хотели как-то по блату через депутата, возможно, решить? По блату, не по блату. Ну, так в народе просто называется. Не столько по блату, сколько... Ну, через более влиятельного, так скажем, представителя. То есть люди писали и до президента, и по всем инстанциям проходились. Ну, так сказать. Ну, а что касается вот требований-то этого, компенсации за непосещение детского сада, вы считаете это разумное предложение? Я напомню, я уточню, что компенсация в размере 2,5 тысяч рублей, минус 13% в областном центре существует. Но она рассчитана только на малообеспеченные семьи. Как насчет, чтобы она на всех распространялась? Если ребенок не посещает с полутора до трех. Быть популистом, скажу, конечно, да. Я прекрасно знаю, что... Если популист. Если популист. Если знать кухню изнутри, то я прекрасно понимаю, что денег у нас на это нет. Ни в городе, ни в области. Ну, не знаю. Вот если рассматривать с точки зрения, например, некоторых наших чиновников, да, там, например, давайте возьмем, там, рассмотрим вопрос странного такого чиновника, как у полномоченных по правам детей, которые получают... Вопрос странного чиновника? Ну, я думаю, что если учесть, сколько мы тратим на нужды данного чиновника, я имею в виду на него, на аппарат его и так далее... Ну, это региональный бюджет, если не ошибаюсь, да? Ну, да, это региональный бюджет, но все равно это же наш областной бюджет. То есть, хотя к городской власти отношусь, но к городской думе, я имею в виду, муниципальной, то эти деньги можно было бы очень неплохую сумму вырисовывать. Я, честно говоря, не представляю, сколько там денег идет. Может, озвучить, если вы знаете. 4-5 миллионов в год. 4-5 миллионов рублей в год, да? Да, то есть это... На работу всего этого аппарата. Да, на работу всего этого аппарата. Плюс чиновник с зарплатой более 100 тысяч рублей. Который, по крайней мере, несколько инициировался, не знаю, какими делами, но инициировал против нашего лагеря несколько судебных дел, которые мы выиграли благополучно, потому что это было у вас направлено по прошлогодней смене. Я считаю, что это было просто как-то неконструктивно с его точки зрения. То есть люди занимались за бюджетные деньги, занимались тем, что пытались создать проблемы социально-ориентированной НКО, которая занимается детьми. То есть я считаю, что это как раз неконструктивная деятельность данного чиновника. Плюс точно так же представители ФАС. Во втором арбитражном суде они даже пытались доказать вещи, которые... Ну, то есть ввести в суд за убуждение, которых не было. То есть я считаю, что это никак не красит наших чиновников. Ну, все сейчас прекрасно понимают, о чем мы говорим. Владимир Шабардино, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Но давайте все-таки разделим, Николай. Это сейчас вот желание каким-то образом отомстить за конкретное действие. Почему отомстить? Либо изначально какое-то сомнение в целесообразности существования такого института, как уполномоченный детский амбудсмен. Конечно, нет. Я не против лично него. Я против вообще данной структуры. Я не против как личности, я не против как чего-то еще. Но я вот рассматривая, чем конкретно занимается данный чиновник, то есть он постоянно дублирует все контрольные органы. То есть там занимается контролем контрольных органов. То есть по идее, я считаю, что если у нас есть такой чиновник, то он должен помогать именно детям, то есть не проверять годность сырков в холодильнике детского оздоровительного лагеря, а должен заниматься тем, что помогать из федерального бюджета выбивать какие-то деньги на то, чтобы больше детей отдохнуло в лагере, или какими-то дополнительными искать спонсоров на данные процессы. То есть я считаю, что его задача должна наоборот создать не какую-то контролирующую, которую все боятся и которые считают, что этот орган непонятно откуда взявшись и зачем он нужен. А именно помочь детям. Вот ваше предложение, именно такое предложение, Андрей, это звучало уже? Нет, это я просто... Просто почему бы не поставить региональную власть в известность, что у вас вот именно такая позиция, на мой взгляд, абсолютно все вопросы обсуждаемы, почему бы не... Ну, эта позиция сложилась буквально в текущем году, потому что, понимаете, было столько направлено против нас писем и столько против нас было отрицательной энергии в СМИ, и благодаря началу данного чиновника, что если, опять же, вернуться к нашему лагерю, мы в этом году практически вышли на новый уровень, мы сейчас делаем именно комнаты для детей, в которых есть туалет и душ, то есть этого у нас в области ни в каких лагерях практически нет, то есть мы делаем очень качественный ремонт, вкладываем большие деньги, то есть благодаря там и Москве, благодаря каким-то еще спонсорам, ну, я имею в виду Москве, нашей партии, то есть мы развиваем очень качественный лагерь, и я планирую, что мы все-таки станем лучшим лагерем в области, и я думаю, что это уже не за горами, и поэтому именно создавать нам какие-то помехи, создавать ситуации, в которых мы должны оправдываться, и именно оправдываться с той точки зрения, что мы, я не знаю, как будто вредим детям, и потом, почему, опять же, эту тему затронул, что выступление-то было у вас на радио, и как бы я его слышал, и о том, что лагерь как говорит, будем еще судиться, и так далее, то есть свой адрес, я услышал много нелестных слов. — Ну, так или иначе, вы сказали о том, что, да, конкретно к человеку не имеете претензий, действительно, не таите. Ну, я уверен, что любые вопросы решаемы. Нужно просто садиться за стол переговоров и глядя друг в друга в глаза, обо всем открыто разговаривать. — Еще точно так же сказать, что вот, например, у нас имеются документы, наши заключения по проведению нашей первой смены, которые точно так же было озвучено, что они были не готовы. Нам за месяц сказали, что, ребята, вы не откроетесь. Смена у нас должна была начаться 5 июня. — Первая смена, да? — Первая смена должна была начаться 5 июня. И мы должны были получить все разрешительные документы до первой смены. Но если мы на основе чего нам не выдали разрешение, то в первую очередь медицинская лицензия. Я вот хочу предоставить... — Николай сейчас держит в руках. — Да, что медицинская лицензия выдана от 6 июня. — Минздрав в Кировской области 6 июня, да. То есть это разве факт того, что мы не были готовы? То есть у нас были все документы поданы за неделю до того, как нам выдали... То есть вот розчерк пера, он стоил того, чтобы дети поехали в другой лагерь. То есть я принес... Она была там не 20-м, не 30-м часом выдана. Она именно была на следующий день после того, как должна была начаться смена. То есть это говорит о том, что... Ну, я не знаю, о чем. То есть если точно говорить, что это нужно заниматься не мы, но это почему-то мне вот эта ситуация не очень нравится. — Ну, точка-то поставлена или все-таки не поставлена еще в этой истории? В конкретных вот этих? — В конкретных нет. То есть мы, честно скажу, занимаемся, в первую очередь, раздоровлением детей, а не выяснением каких-то отношений. Ну, просто, понимаете, иногда нагорает, иногда хочется высказать свое мнение, сказать о том, что... — Ну, понимаю. На то она и программа, на то мы вас и пригласили. Если есть что сказать, говорите, безусловно. — Вот. Поэтому и хотелось бы сказать, что вот у нас такая ситуация и сложилась. И поэтому вопрос о том, что насколько мы были готовы и готовы ли мы были, и обманывали ли мы людей, когда продавали путевки. Это говорит о том, что у нас было все готово еще за достаточно большой срок до начала. — Вот, кстати, по поводу 650-летия города, который в любом случае будет в 2024 году, я сейчас просто поймал себя на мысли, как-то мы говорили уже неоднократно, и вятку-то углублять, и вересники строить, и концертный зал строить. А вот какое-то отдельное направление по поводу молодого поколения, нынешних детей и наших детей, которые все равно будут жить. Вот что-то для них такое. Может быть, сейчас что-нибудь сгенерируем, Николай? Вот что-то такое клевое именно для теперешних детей. Вот что бы такое через шесть лет сделать? — Я ветеран студенческих отрядов, уже ветеран, я считаю, то это объявить какую-нибудь хорошую стройку, большую. Именно стройки у нас, конечно, здесь объявлены много, но привлечь туда именно молодежь. Студенческие отряды, я об этом всегда говорил, о том, что тем самым мы отдадим заказ не каким-то гастарбайтерам, которые придут работать, а именно молодежи студентов. — Сами ребята своими руками, да? — Да, они получат опыт. То есть дать им какой-то... Ну, вот как у нас были в советские годы объекты, та же диорама строилась, дворец Пемьеров. — 77-й, 78-й. — То есть это же были студенческими отрядами, то есть им тогда доверяли подобные виды работы. Я понимаю, что сейчас все говорят, строители, надо качественную отделку, надо все это на уровне того, чтобы это было все идеально. — Простите, откаты надо? А со студентов, наверное, не получишь. — Это уже основной вопрос. А учитывая, что для студентов, ну, я не говорю, что им, конечно, меньше заплатить, но, по крайней мере, там где-то каких-то накладных расходов можно на содержание меньше. То есть у нас же в стройке всегда идет, есть фонд оплаты труда, есть накладные расходы, есть плановая прибыль. То есть причем не самая большая из них — это фонд оплаты труда. Поэтому какие-то там плановые накопления, то бишь прибыль можно и подурезать, где участвуют студенты. То есть поэтому здесь вопрос достаточно своеобразный. Я бы считал, что это было бы неплохо именно к юбилею объявить там всероссийскую стройку и пригласить студентов. Пусть они придут со всей стороны, но, по крайней мере, это была бы такая глобальная стройка в нашей Кировской области. Замечательная идея. Слушайте, я поддержу. Давайте сейчас обратимся к региональной, городской власти, уважаемые наши руководители. Вот дайте возможность молодежи самим поработать на объекте или на объектах, строительство которых будет приурочено к 650-летию. Да в тех же верстниках. Да? Какой-то спортивной объекте. То есть, смотрите, просто я понимаю, что мы уже практически закончили. Да, несколько секунд у нас. Да, несколько секунд. Когда студенческие отряды участвовали в сочинской стройке, и там было где-то порядка тысячи студентов со всей страны. Но всего-то там работало десятки тысяч работников. То есть, это не было стройкой студенческой. Просто было участие на космодроме. А именно, то есть, там, понимая, ответственные крупные объекты. А здесь у нас в городе можно какой-то объект выделить для такого проекта. Это было бы, я не знаю. Отличное предложение, я считаю. Спасибо большое. Завершается на этом время нашей беседы. Николай Барсуков, депутат Кировской городской Думы, руководителя регионального отделения политической партии Коммунисты России. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM.